Глава 22. Правительство Израиля. Поскольку Бог повелел израильтянам жить отдельно от других народов и дал им для этого свою землю, возникла необходимость в правительстве. Это правительство должно сражаться в Божьих войнах с врагами Израиля и следить за порядком. Обе эти задачи помогают Израилю создать царство Бога и Торы, чтобы народ мог исполнять Божьи заповеди в мире и безопасности. Рамбам говорит, Илхот Малахим 1.1. Три заповеди были даны Израилю при входе в землю обетованную. Назначить царя, как сказано. Ты должен назначить царя. Дворим 17.15. Истребить потомков Амалека и построить храм. В другом месте 4.10. Сказано. Во всем дела царя должны быть устремлены во благо неба, а все его силы и намерения должны быть направлены на то, чтобы поддерживать истинную религию, наполнять мир справедливостью, сокрушать грешников и сражаться в Божьих битвах. Ибо наша цель при венчании царя только в том, чтобы он исполнял справедливость и вел войны. Цитата. «Чтобы наш царь мог судить нас и выходить перед нами и вести наши войны». 1 Шмуэля 8.20. Конец цитаты. Главная задача еврейского правительства, его царя и полицейского аппарата состоит в том, чтобы еврейское государство функционировало как теократия в согласии с Божьими заповедями. В Дворим 16.18 говорится «Назначьте себе судей и надзирателей». И Раби Лезер бен Шамуа комментирует в Сифри Шофтим 144 «Если есть надзиратели, есть и судьи. Если нет надзирателей, нет и судей». Конец цитаты. Все предельно ясно. Надзиратели, или говоря современным языком, полицейские, проводят в жизнь постановления судей, вынесенные на основе Торы. Если надзирателей нет, то и судьи бесполезны, их решения будут фарсом. По сути, Бог санкционирует государственное принуждение, чтобы силой заставлять людей ходить Божьими путями. Бог не имеет никакого отношения к нееврейской идее «в религии нет принуждения». Такие заявления – ничто иное, как восстание против Бога и Его законов. Сефер Ахинух пишет, Митсва 491. Назначь судей и надзирателей, которые будут принуждать к исполнению заповедей и силой приводить к ним тех, кто отошел от истины. Они будут приказывать делать то, что правильно, предотвращать омерзительные деяния и приговаривать к наказанию нарушителей, пока люди не перестанут относиться к заповедям и запретам в соответствии со своим собственным пониманием. Конец цитаты. Это представление полностью противоречит чужой культуре с ее попустительством греха. В Сефер Ахинух дальше говорится «Суть этой заповеди очевидна. Посредством ее мы можем утвердить нашу религию и поддерживать в массах страх перед лидерами и судьями. Привыкнув к добру и праведности через страх, для них станет второй природой действовать справедливо и праведно из любви, признавая путь истины». Как говорят мудрецы, человеческая природа – функция привычки. Как природа принуждает человека делать то, что он должен делать, так и постоянная привычка вырабатывает черты второй личности и вынуждает его делать что-то постоянно. Когда народ становится на путь совершенства и веры и выбирает добро, оно прилепляется к людям, и Бог радуется своим делам. Конец цитаты. Другими словами, через принуждение человек привыкает вести жизнь в согласии с законами Торы. Затем, убедившись в превосходстве и святости Торы, он начинает исполнять ее уже по доброй воле. Впрочем, даже если еврейский народ и не научится исполнять Тору добровольно, Бог все равно не позволит им восставать против Него и нарушать заповеди. Следовательно, мы должны силой принуждать людей исполнять Божьи законы, поскольку разделяем с ними ответственность за их грехи. Очевидно, что ценность правительства измеряется тем, насколько хорошо оно управляет Божьей страной. В противном случае, оно просто не имеет права на существование. Монархия или любая другая форма правления должна преследовать только одну цель – исполнять Божью миссию. Соответственно, вся власть еврейского правительства берет начало в Торе. Это правительство не должно уподобляться правительством других народов, поскольку и оно само, и народ, которым оно управляет, были созданы для исполнения воли Бога. Как известно, нееврейские государства возникли в результате постепенного развития семей, кланов и племен, которые со временем превращались в нации. В поисках безопасности семьи и племена облекали отдельных своих представителей властными полномочиями и заселяли определенные территории. Так возникли нации и государства, власть в которых избирается народом. В этом нет ничего чудесного или необычного. Ни одно государство не возникало одномоментно, и это никогда не происходило в результате вмешательства какой-либо сверхъестественной силы. Государства создавали люди, признавая необходимость власти из чисто практических соображений, поддерживать порядок, защищаться от врагов и тому подобное. Источником власти правителей служила практическая потребность в порядке и тот кредит доверия, который им выдал народ. Тезис о том, что народ выбирает правительство, чтобы оно представляло его интересы, и, следовательно, народ и есть правительство, приводит к необходимости законопослушания. В этом светском представлении о государстве высшим источником власти является народ. Он издает законы либо прямым голосованием, либо через представителей, действующих от его имени. Поскольку государство представляет народ, оно обладает наивысшей властью и требует от индивидуума полного подчинения. Такова не еврейская точка зрения на власть и государство. Ничто из этого не имеет отношения к еврейскому народу, который возник не в результате постепенного развития, и власть, в котором происходит не от людей, но от внешнего источника. Еврейский народ возник в определенный момент истории. «Теперь, если вы послушаете меня и сохраните мой завет, вы станете моим особым сокровищем среди народов, хотя весь мир и так мой. Вы станете царством коэнов и святым народом для меня». Весь народ ответил как один. «Все, что сказал Господь, мы сделаем». Шмот 19, 5, 6, 8 Это был особый, сверхъестественный момент, о котором израильтяне еще раз вспомнили перед смертью Моше. «Сегодня вы все стоите перед Господом, вашим Богом, ваши вожди, ваши старейшины кланов, ваши надзиратели, все израильтяне, ваши дети, ваши женщины и празелиты в вашем стане, даже ваши дровосеки и водоносы. Таким образом, вы пришли к завету с Господом, вашим Богом, к принятию страшной клятвы, которую Он принимает с вами сегодня. Он создает вас, как свой народ, чтобы быть для вас Богом». Дворим, 29, 9, 12 «Именно в этот момент и возник еврейский народ». Это был особый и сверхъестественный момент, который Бог запланировал задолго до того. Поскольку происхождение Израиля имеет внешнюю причину, его судьбу решает не народ, но та внешняя сила, которая его создала. Бог. Появление Израиля стало результатом соглашения с завета, с Богом. Это соглашение привело к созданию уникальной, исключительной нации, которая подчиняется законам Бога и только его признает в качестве источника верховной власти. «Эта верховная власть носит абсолютный характер и не подлежит оговоркам или условиям. Это царство небесное, ярмо которого мы должны принять без возражений». В Медраше говорится, Брахот 13 Алиф, «Раби Йошуа бен Корха сказал, почему абзац Шма читается перед абзацем и будет, если вы послушаете. Человек сначала принимает на себя ярмо неба и затем ярмо заповедей». Конец цитаты. «Нашей верховной властью является Тора. Ее законы управляют нашей жизнью и ограничивают нас. Чтобы не забывать о нашей подотчетности Торе, мы ежедневно провозглашаем, «Слушай, Израиль! Господь наш Бог! Господь один!» Дворим 6, 4. Произнося эти слова, мы ежедневно возлагаем на себя ярмо неба в виде законов Торы. Именно это является верховной властью в Израиле. Конечно, необходимо и человеческое правительство, которое будет повседневно обеспечивать закон и порядок. И если даже простые люди, избравшие это правительство, должны подчиняться Торе, то тем более это касается власти, которая служит интересам этих людей. Ясно, что в этом смысле свобода правителей ниже, чем их избирателей. Если даже светская теория государства сравнивает правительство с главой семейства, то у нас есть заповедь. Каждый человек должен почитать своих мать и отца и соблюдать мои субботы. Я Господь ваш Бог. Вайкра 19.3 Талмуд комментирует Евамот 5.бет Я мог бы подумать, что почитание родителей отменяет соблюдение субботы. Следовательно, говорится, каждый человек должен почитать своих отца и мать и соблюдать мои субботы. На всех вас лежит обязанность в отношении моей славы. Конец цитаты. Раша добавляет, «Хотя я увещевал тебя относительно почитания отца, если твой отец говорит тебе нарушать субботу, не слушай его, и тоже применяется ко всем остальным заповедям». Конец цитаты. Этот же принцип применим и к еврейскому правительству. Власть этого правительства санкционирована Торой и его главная задача поддерживать порядок и защищать народ от врагов, чтобы он мог исполнять свои обязанности перед Богом. Обязанность подчиняться правительству зависит от того, насколько это правительство само подчиняется закону Торы и Небесному Царству, высшей власти как для народа, так и для правительства. Я уже упоминал, что еврейское правительство основано на стихе Дворим 17.15. «Ты должен назначить царя, которого твой Бог выберет». Рамбам считает эту заповедь законом. Илхот Малахим 1.1. При этом он четко определяет и власть царя, и наши к нему отношения. Мы относимся к царю с великим почтением и прививаем страхи почтения перед ним всему народу. Если кто-либо восстает против царя Израиля, царю разрешается убить его. Тоже относится ко всем, кто порочит или проклинает его. Там же 2.1.3.8. Конец цитаты. Когда гражданин отказывается подчиняться закону или берет закон в свои руки, он разрушает основы общества, что может привести к полному хаосу. Он не имеет права выбирать, какому закону он будет подчиняться, а какому нет. Бог поставил правителя, которого наделил определенными правами, и граждане должны ему подчиняться. Смотри, Рамбам, Илхот, Малахим, глава 4. Однако у царя или правительства есть не только права, но и обязанности, и они тоже четко определены. Когда царь садится на престол, он должен написать свиток этой Торы. Он всегда должен быть с ним, и он должен читать из него все дни своей жизни. Тогда он научится благоговеть перед Господом своим Богом и внимательно следовать каждому слову этой Торы и этих правил. Тогда он не будет чувствовать свое превосходство перед братьями или уклоняться от своих обязанностей вправо или влево. Он и его потомки будут долго править посреди Израиля. Дворим 17.18.20 Люди обязаны уважать правительство, однако и правительство должно благоговеть перед Господом и не уклоняться от своих обязанностей. Тора должна пребывать с царем в буквальном смысле, чтобы он не забыл даже на секунду, кто является его собственным повелителем и царем. Когда люди назначили своего первого царя, Шмуэль сказал им, «Если вы будете поступать нечестиво, и вы, и ваш царь будете сметены» 1 Шмуэля 12.25. Когда царь нарушает Божье Слово, он лишается своей власти. Цитата. «Тогда вышло слово от Господа Шмуэлю, говоря, «Я сожалею о том, что поставил Шауля царем, ибо он отвернулся от меня и не выполнил мои заповеди». Там же, 15.10.11. Шмуэль сказал царю, «Господь отнял у тебя царство Израиля сегодня». Там же, 15.28. Полномочия царя и его правительства основаны на предположении, что он сам подчиняется высшей власти. Как только он восстает против нее, его полномочия более недействительны. Мудрецы говорят об этом прямо. Санедрин 49. Алиф. Сказано, «Кто восстает против твоего приказа и не слушает твоих слов во всем, что ты приказываешь ему, будет предан смерти». Яшуа бен Нун 1.18. «Я мог бы подумать, что это применяется даже к Торе, то есть, если ты приказываешь ему нарушить Тору. Следовательно, сказано, только будь тверд и мужайся там же, чтобы соблюдать Тору». Раши объясняет, Санедрин 49.Алиф. «Если царь указывает отменить заповеди Торы, мы не слушаем его». Рамбам выводит из этого принципа закон Илхот Малахим 3.9. «Кто нарушает царский указ, потому что занят исполнением заповеди, даже легкой, освобождается от наказания. между законом господина и слуги, то есть царя. Закон господина более важен. Ясно без слов, что если царь требует нарушить заповедь, мы не слушаем его». Конец цитаты. «И действительно, когда Шауль приказал своим слугам убить Коэнов Нова, они отказались». Цитата. «Царь сказал страже, которая стояла при нем, идите и убейте Коэнов Господа, потому что их рука тоже с Давидом. Но слуги царя не стали простирать руки на Коэнов Господа». 1 Шмуэля 22.17. «Ялкут Шимуни, 2 Шмуэля 22.131, рассказывает, что воинов, отказавшихся выполнять приказ царя, звали Авенир и Амиссай. Раша комментирует. 1 Шмуэля там же. «Они извлекли уроки из уточнений. Сказано, кто восстает против твоей заповеди, будет предан смерти. Только будь тверд и мужайся». Яшуа бен Нун 1.18. «Я мог бы подумать, что нужно подчиняться даже приказу царя согрешить. Следовательно, сказано только». Конец цитаты. В Иерусалимском Талмуде приводится следующее объяснение. Брахот 9.5. Слова «эт», указатель на прямое дополнение, и «гам» также служат для расширения. Слова «ах», «но» и «рак», «только» служат для уточнения. Конец цитаты. То есть, если фраза содержит частицу «ах» или «рак», она уточняет, конкретизирует высказывание, а если «эт» или «гам», то наоборот расширяет. Племена Рувена, Гада и Минаше обращаются к Яшуа. Они имеют в виду следующее. «Каждый индивидуум должен подчиняться тебе, и если он восстает, он должен умереть. Только будь тверд и мужайся». То есть, если ты приказываешь кому-то нарушить какую-либо заповедь, он освобождается от обязанности слушать тебя. Смотри Сан-Эдрин 49 Алиф В Сан-Эдрине там же рассказывается о случае, когда Иоав убил Амиссая и начал искать себе оправдания. Иоав сказал Давиду, «Амиссай был бунтовщиком против монархии, ибо сказано, тогда царь сказал Амиссаю, «Собери ко мне людей Иуды в течение трех дней». Амиссай пошел, чтобы собрать людей Иуды, но промедлил дольше положенного времени». 2 Шмуэля 24, 5 Давид ответил, «Амиссай извлек уроки из уточнений. Он увидел, что они изучают Тору и не стал отвлекать их. Он сказал, «Кто восстает против твоего приказа, должен быть предан смерти». Яшуа Беннун 18 Я бы мог подумать, что это относится даже к изучению Торы. Следовательно, прибавляется «Только будь тверд и мужайся» там же. Конец цитаты. Обязанность подчиниться государству зависит от того, подчиняется ли в данном случае оно само закону Торы. В Талмуде Бава Батра 4 Алиф приводится диалог между царем Иродом и Бавой Бенбутой. Ирод убил ученых Торы, которых подозревал в бунте, и оставил в живых лишь Баву Бенбуту, которому выколол глаза. Цитата. «Однажды Ирод пришел, сел перед Бавой Бенбутой и сказал, «Смотри, господин, что делает этот нечестивый раб, Ирод». «Что ты хочешь, чтобы я с ним сделал?» спросил Бава Бенбута. «Я хочу, чтобы ты проклял его», ответил он. «Бава Бенбута ответил, «Даже в своих мыслях не проклинает царя». Коэлит 10.20 «Тогда Ирод сказал, «Но он не царь». Он ответил, «Даже если только князь, сказано, не проклинай князей среди твоего народа». Шмот 22.27 Ирод ответил, «Это применяется только к тому, кто действует как один из твоего народа, но этот человек действует не так». Конец цитаты. Есть общее правило, когда князь действует не так, как должен действовать представитель его народа, подчиняться ему не обязательно. В данном случае речь идет о ситуации, когда царь требует нарушить заповеди, как мы читаем в Йошуа бен Нун 1.18. «Только будь тверд и мужайся». Однако Талмуд показывает, что есть еще один признак, ведет ли человек себя как один из твоего народа. Если нет, значит он грешник. Такой человек полностью лишился статуса, который требовал подчинения от его подданных. Мы уже приводили пример, что сын тоже освобождается от заповеди почитать отца, если отец не действует как один из твоего народа. Бавакама 94. Бет. Цитата. «Если их отец оставил им корову или накидку, которые он получил ростовщичеством или воровством, или любой другой заметный предмет, они должны вернуть его из уважения к родителям. Разве они должны вернуть его по этой причине? Почему бы не применить заповедь «Не проклинай князей среди твоего народа» Шмот 22.27. «Чтобы ограничить почитание родителей родителями тех, кто действует как часть твоего народа». Талмуд отвечает. Раби Пинхас сказал, что если человек раскаивается, он восстанавливает свое право почтения к себе как к родителю, а в данном случае отец раскаялся. Конец цитаты. Как следствие, если отец не раскаялся, его дети не обязаны почитать его. Теперь у него статус того, кто не действует как часть твоего народа. Точно так же, если осужденного на смерть убивает и проклинает его собственный сын, он сам получает смертный приговор за убийство и проклятие своего отца. Шмот 21.15.17 Однако другой человек имеет право это сделать. Согласно Талмуду, в данном случае сын виноват, потому что отец действовал как часть твоего народа, то есть раскаялся. Однако если он не раскаялся, сын имеет право проклясть и убить его, поскольку отец потерял статус отца. Другой человек, не родственник, освобождается от наказания по той причине, что приговоренный к смерти больше не считается частью твоего народа. Чтобы быть частью твоего народа, нужно быть живым, а в данном случае осужденного ведут на казнь. В любом случае мы видим, что если отец не действует как часть твоего народа, он теряет статус, который требует уважения к нему. Условия, прибавленные к заповеди «Не проклинай князей среди твоего народа» Шмот 22.27 распространяется не только на князей. Любой человек теряет свой статус и права, если действует не как часть твоего народа. И уж тем более это касается царя. Критерием подчинения государству является вопрос «Действует оно как часть твоего народа или нет?» Конечно, люди не должны выносить отрицательный вердикт только потому, что они не сходятся с правительством в политических взглядах. Но они могут сделать это тогда, когда государство нарушает Тору, навлекая тем самым бедствия на свой народ. Народы возвели на пьедестал принцип «Вокс попули», согласно которому власть принадлежит большинству. Именно это и принято называть демократией. Однако Тора отвергает такую глупость. Нельзя соглашаться с грехом только потому, что на нем настаивает большинство глупцов, невежд и грешников. Горькое не становится сладким и темное светлым. От того, что все вокруг так считают, человек не имеет права идти против заповедей своего создателя, как раб не должен восставать против господина. Если царь или весь народ решает отменить Божью заповедь, это решение недействительно. Принцип власти большинства, а также моральное и юридическое право большинства на законодательную деятельность разбирается в Сан-Эдрин 26 Алиф. Когда Ассирия во главе с Сен-Нахеримом завоевала Эр-Цесраэль и осадила Иерусалим, в городе разгорелся спор сдаваться врагу или нет. Царь Хискиягу, вняв совету пророка Ишиягу, отказался сдавать город, несмотря на военное превосходство главной сверхдержавы того времени, Хискиягу противостал Песец Шевна, один из величайших законоучителей своего поколения. Цитата «Если помазанный Коэн совершит непредумышленное нарушение в Айкра 4.3 это Шевна, о котором сказано «Пойди к этому управляющему, даже к Шевне, который над домом». Ешияу 22.15 Раби Элазар сказал «Он был первосвященником». Раби Игуда говорит «Он был управляющим дворцом». Вайкра раба 5.5 Шевна требовал сдаться царю Ассирии, который пообещал сохранить израильтянам жизнь и позволить переселиться в другую землю. В Сан-Эдрин 26 Алиф мы читаем «Шевна выступил во главе 130 тысяч, тогда как Хискиягу выступил только во главе 110 тысяч. Когда сына Хирим осадил Иерусалим, Шевна написал записку и выпустил ее со стрелой. Шевна и его партия сдаются, Хискиягу и его партия нет». Как сказано, «И вот нечестивые натягивают лук, они приготовили стрелу в тетиве». Таилим 11.2 «У Хискиягу были сомнения. Возможно, Бог благоволит большинству, и раз они сдаются, то и мы тоже должны». Пророк пришел к нему и сказал «Не считай сообществом то, что этот народ зовет сообществом». Иешаяу 8.12 «Сообщество Шевны было злом, и такое сообщество не принимается в расчет». Конец цитаты. Шевна выступил перед большой аудиторией, из чего видно, что на его стороне было большинство. Когда Шевна отправил врагу записку о Хискиягу начали одолевать сомнения, пророк Иешаяу сказал царю «Не считай сообществом то, что этот народ зовет сообществом, и не бойся того, чего он боится, и не считай это страшным». Другими словами, сообщество Шевны было сообществом грешников, а такое сообщество не принимается в расчет. Они выступили против Торы и пророков, и потому даже если на их стороне большинство, их решения не играют никакой роли. Раши объясняет в Санедрин там же «Хискиягу не думай, что число сторонников Шевны должно считаться большинством». Конец цитаты. Похожая ситуация произошла с израильскими разведчиками в Ханаане. Они взяли образцы плодов земли и принесли их к нам. Их отчет по возвращении был такой. «Земля, которую Господь твой Бог дает нам, хороша». Дворим 1, 25. Казалось бы, странные слова, ведь нам известно, что разведчики оклеветали землю. Однако в Торе приводятся только слова меньшинства Яшуа и Калева. Мудрецы пишут Сифри дворим 23. «Земля, которую Господь твой Бог дает нам, хороша». Разве разведчики говорили о земле хорошо? Разве они не говорили о ней только плохо? Но кто говорил о ней хорошо? И Ашуа и Калеб? Другими словами, точка зрения большинства здесь даже не упоминается. Ситуация описывается только со слов верного Богу меньшинства, из чего мы видим, объединение грешников не берется в расчет. Кроме того, Тора учит, «Не следуй за большинством, чтобы делать зло, не говори в суде, чтобы искажать справедливость, дела должны решаться на основании большинства». Шмот 23.2 Раши объясняет, «Если тебя спрашивают о твоей точке зрения по судебному делу, не придерживайся в своем ответе какой-то стороны, чье решение искажает справедливость, только чтобы быть с большинством. Вместо этого принимай решение, как того требует истина, и пусть цепь грех повиснет на шее большинства». Конец цитаты. Эти слова Раши повторяются в сифтеи хахамин. «Не говори, какой смысл решать честно, если у них большинство, а я один и они не послушают меня. Вместо этого делай то, что должен делать и пусть повиснет цепь. Грех». Конец цитаты. Махарик Ра комментирует, его слова приводятся в Хамиша Мерот Агдолим Шмот там же, цитата по Тораш Лэма там же, Сеив Катан 22. «В тех же строках Ильягу сказал, споря с пророками Ваала, «Вы большинство Гарабим». Первое царей 18-25. «Не следовало ли ему сказать, вас много Гарабим?» Назвав их большинством, он имел в виду, «Вы большинство, о котором сказано, не следуй за большинством, чтобы делать зло». Конец цитаты. Другими словами, хотя идолопоклонники и представляли большинство, Израиль не должен был следовать за ними. Мудрецы также учат в Икра раба 4.6. Нееврей спросил рабе Йошуа бен Корху, «В вашей Торе сказано, дело должно решаться на основании большинства». Шмот 23.2. «Поскольку мы многочисленнее, чем вы, почему вы не присоединяетесь к нам в идолопоклонстве?» Он ответил, «Об Исааве Тора упоминает шесть душ и говорит, что их множество». Цитата, «Исаав взял своих жен, сыновей и дочерей все души Нефашот своего дома» Берешит 36.6. «О Яакове Тора упоминает семьдесят душ и называет их одной. Вся душа Нефеш, прямых потомков Яакова» Шмот 1.5. «Об Исааве, который поклонялся многим божествам, Тора упоминает множество душ, а Аб Яакове, который поклонялся одному божеству, она упоминает только одну душу». Конец цитаты. «Это принцип огромной важности. Неевреи поклоняются множеству идолов и исповедуют множество ложных культур. Получается, что они сами не могут прийти к единому мнению, что считать истиной. Именно поэтому им и нужна демократия, ведь у них нет четкого представления об истине. Принцип правления большинства был создан именно для этого. Однако Яаков признавал только одну истину, и даже если бы весь мир обратился против нее, ему это было бы неважно, поскольку отменить истину невозможно. И если большинство в Израиле предпочитает ложь, Торе, это тоже не имеет никакого значения, поскольку у Яакова уже есть истина. Как сказано, «Ты показал истину Яакову». Михей 7.20 Яаков это одна душа истины, и если остальные хотят отмежеваться от этой души, то они не принимаются в расчет. Вот что сказано в Медраж Хагадол Шмот 1.5 «Вся душа» Шмот 1.5 Комментарий «Не следовало ли сказать «Все души»?» Раби Хама ответил «Поскольку у всех праведных одно на уме, они все считаются одной душой. Если один из них грешит, это относится ко всем. Если один из них исполняет заповедь, это относится ко всем. Народы, напротив, названы душами. Сказано, «Эсав взял своих жен все души»?» Брешит 36.6 Конец цитаты. Ясно, что в Израиле может быть только одна точка зрения. Точка зрения Торы. Если большинство израильтян с ней не согласны, их точка зрения считается искаженной и не берется в расчет. Это хорошо объяснил один великий Рабби. Закон гласит, что за большинством не следует идти тогда, когда оно противостоит свидетельству. Поскольку Израиль собственными глазами видел Синайское откровение и убедился в существовании Бога, опровергнуть Его правоту не может никакое большинство мира. Смотри, Тора Шлема Шмот 23 Си Катан 38 Мы не зря привели в этом контексте комментарий Раби Хамы. Если один из них грешит, это относится ко всем. В нем подчеркивается другой аспект этого правила. Есть только одна истина, а не две. Праведное меньшинство не только не должно терпеть ошибки большинства, но оно должно выступить против Него. Оно не только не должно перенимать их ошибочную точку зрения, но обязано потребовать исправиться и принять Божий взгляд на вещи. Мудрецы говорят об этом так. Шавуот 39 Алиф 39 Бет Они будут притыкаться один на другом. Ваикра 26 37 Один над грехом другого. Это учит тому, что весь Израиль отвечает один за другого и в еврейском народе существует коллективная ответственность. Каждый еврей участвует в судьбе другого. Если отдельный еврей не возражает против грехов другого еврея и тем более всего общества, то его тоже постигнет наказание. Тора это единственный закон еврейского народа. Когда большинство восстает против него, оно перестает быть большинством. Выступать против Торы, разрешать запрещенное и запрещать разрешенное это преступление закона еврейского народа. Такие люди не только подрывают законность и мир, но и навлекают на еврейский народ Божью кару. Если еврейское правительство или царь издает закон, противоречащий Божьей Торе, мы обязаны отвергнуть такой закон. В этом случае евреи не нарушают закон, но напротив стремятся утвердить закон и свергнуть преступное правительство, мешающее евреям жить по закону. Итак, нам запрещено подчиняться законам государства, противоречащим Божьей Торе. Следовательно, запрещено и помогать грешникам исполнять такие законы. Рамбам пишет Илхот Рацеах 12.14 «Кто притыкает слепого своим неуместным советом или укрепляет и поощряет грешников слепой народ, не видящий путь истины из-за похоти своего сердца, тот нарушает отрицательное предписание «Не помещай камень преткновения перед слепым» Вайкра 19.14 Конец цитаты В Мишна Гетин 61 Алиф мудрецы пишут «Женщина может одолжить подруге, которую подозревает в нарушении законов о субботе, сито, ручную мельницу или печь, но она не должна сеять или молоть вместе с ней, поскольку мы не должны поощрять грешников». Конец цитаты Другими словами, если какую-то женщину подозревают в сокрытии плодов субботнего года, когда полагается сжигать остатки, ей все же можно одолжить кухонную утварь. В Мишне объясняется, что это следует сделать ради сохранения хороших отношений, а также потому, что женщина, одолжившая утварь, сама не участвует в грехе. Однако помогать грешнице в работе с плодами уже нельзя. Мы не помогаем грешникам в их грехах. Смотри, Раши, там же. Рабейнуйо напишет в Шарейдшува Шар 3, литера 50. Не следуй за большинством, чтобы делать зло. Шмот 23, 2. Здесь нас предостерегают от того, чтобы устно поощрять грешников и дружить с союзниками неправосудия, как сказано, не считай сообществом то, что этот народ зовет сообществом. Ишаяу 8, 12. Вот правило «Сообщество нечестивых не сообщество и закон нечестивого правительства, противоречащий Торе, не имеет силы воспротивиться такому закону заповедь, а исполнять решение злого большинства категорически запрещено». Очевидно, что в данной ситуации неприменим принцип «Закон государства это закон Дина де Молхута Дина». Никакое правительство, еврейское оно или нееврейское, не имеет права отменять заповеди нашей святой Торы, и если оно это делает, такой закон не имеет силы. Об этом прямо говорит Шах. Хошин Мешпад 73 Саиф Катан 39 «Когда обсуждает местный нееврейский обычай продавать залог спустя год после дачи взаймы». Цитата «Поскольку согласно закону Торы его можно продать спустя 30 дней, как мы можем прибегать к нееврейскому закону, чтобы отменить закон Торы? Не может быть такого в Израиле? Это очевидно для тех комментаторов, которые считают, что мы говорим «Закон государства это закон только в делах затрагивающих выгоду царя, но не в делах его подданных». Шилтей Гебурим согласился с этим. Бава Батра Хискат Хабатин Конец страницы 189 Цитата «Мне кажется, что принцип «Закон государства это закон» высказан только о делах, которые царь постановляет для собственной выгоды, например, налоги, но в делах между его подданными мы должны управлять в согласии с нашей Торой, как объясняется в Кунтер Сгарайот глава 1 Гитин и Бава Батра глава 10». Конец цитаты. Даже согласно тем комментаторам, которые считают, что мы говорим «закон государства это закон» во всех случаях, это применяется только там, где не противоречит закону Торы, поскольку наш закон не однозначен в некоторых вопросах, но естественно, что мы не должны следовать ни еврейскому закону ни в чем там, где он противоречит Торе. Конец цитаты. Мы здесь не будем углубляться в тонкости средневековых дебатов о том, применим ли принцип «закон государства» это закон к царям Израиля, и если да, то в каких сферах. Я лишь хочу подчеркнуть, что этот принцип неприменим в случаях, когда закон государства противоречит любому закону Торы. Как любой закон царя должен соответствовать Торе, также нам запрещается назначать царя или правителей не боящихся Бога. Как уже говорилось, царь должен носить с собой свиток Торы в течение всего правления. Рамбам пишет Илхот Малахим 1.8 «Если пророк назначил царя из других племен Израиля в противоположность племени Иуды, и тот царь последовал пути Торы и заповедей и сражался в Божьих битвах, он царь». Конец цитаты. Другими словами, царь назначается только тогда, когда он следует пути Торы и заповедей. В противном случае нам запрещено ставить такого царя над Израилем. Рамбам говорит об этом прямо, там же 1.7 «Кому не хватает страха Бога, то даже будь он чрезвычайно мудр, он не может быть назначен ни на какую властную должность над Израилем». Конец цитаты. Об этом же мы читаем в Сефер Гахинух, Митсва 497-493. Все назначения в Израиле это наследие от того, кто сначала получает их своему сыну, внуку и правнуку навсегда при условии, что каждый замещает своего отца со страхом Бога. «Но если кто-то лишен страха Бога, то даже если он чрезвычайно мудр, ясно без слов, что он не может быть назначен ни на какую властную должность над Израилем, вместо этого он заслужил, чтобы его ненавидели и выслали. А таких царь Давид сказал, «Ты ненавидишь всех творящих беззакония». Телим 5-6 Как комментируют наши мудрецы, кто вот 17 алиф, «Вы должны назначить царя». Дворим 17-15 «Его страх должен быть на вас, что означает, что мы должны почитать его и подчиняться ему, пока он не издает приказы, противоречащие Торе». Конец цитаты. Власть царя или любого другого правителя Израиля основана на Торе. Он никогда не сможет освободиться от ответственности перед Торой и Богом, поэтому он не должен даже помышлять о восстании против Верховного Царя Царей. Не зря наши мудрецы вкладывали особый смысл в исполнение царем Шмоне-Эсре Брахот 34 Бет Рамбам Илхот Тефила 5-10. Цитата. «Обычный Коэн преклоняет колено во время Шмоне-Эсре, как говорится, в начале и конце первого и предпоследнего благословений. Первосвященник преклоняет колено в начале каждого благословения. Что касается царя, то он преклоняет колено и не выпрямляется». Конец цитаты. Другими словами, царь обязан преклонить колени в начале Шмоне-Эсре и оставаться в таком положении в течение всей церемонии, тогда как и обычный Коэн и первосвященник это делать не обязаны. Этот закон призван защитить царя от надменности и высокомерия. Царь подчинен Богу, в сравнении с которым он ничто, как раб перед господином. По этой же причине царь должен самостоятельно переписать для себя свиток Торы, хотя он уже получил таковой от предыдущего царя своего отца. Один из этих свитков всегда должен быть при нем, идет ли он на войну или заседает в суде. Рамбам Илхот Малахим 3.1 Конец цитаты. Царь никогда не должен забывать о важности смирения, когда ему воздают почести, он должен принимать их без тени высокомерия. Рамбам пишет Илхот Малахим 2.6 Как Писание наделило царя великой честью и обязало каждого почитать его, также оно требует, чтобы его сердце было смиренным и пустым, как сказано «Мое сердце пусто во мне» Таилим 109.22 Он не должен быть слишком высокомерным с Израилем, как сказано, чтобы он не начал чувствовать свое превосходство над братьями Дворим 17.20 Он должен быть сочувствующим и милосердным ко всем, вне зависимости от положения и все его устремления должны быть направлены на их нужды и благополучия. Он должен даже самым незначительным обращаться с уважением и когда он обращается ко всему собранию, он должен говорить мягко, как сказано «Послушайте меня, мои братья и мой народ». Первая летопись 28.2 «Если ты станешь рабом этому народу сегодня» Первая царей 12.7 Он должен всегда вести себя чрезвычайно скромно. У нас нет никого более великого, чем Моше, а он сказал «А мы кто такие? Не на нас вы ропщите, но на Господа». Шмот 16.8 Он должен нести свое бремя и ответственность, их жалобы и их гнев, как нянька носит младенца. Писание называет царя пастухом, как сказано «Быть пастухом над Яковом своим народом» Таилим 78-71 А пастух описывается пророками так, как пророк, который пасет свое стадо, собирает ягнят в свою руку и носит их на своей груди. Ишаягу 40-11 Иссанедрин 7-бет «Когда Раф видел, что за ним идет группа людей, желающих оказать ему честь, он цитировал «Хотя его превосходство возносится на небеса, а его глава достигает облаков, он все же погибнет навсегда, как его собственный кал, и те, кто видели его, скажут «Где он?» Иов 26-7 «Когда Марзутру Хасиду толпа несла на плечах на праздниках, он цитировал «Ибо богатство не навсегда, и сохраняется ли венец во всех поколениях» Мишли 27-24 Конец цитаты «Вот каким должно быть смирение князей и правителей еврейского народа?» Уместно спросить, действительно ли Тора требует учреждения единоличной монархии? Скорее всего, да, поскольку незадолго до своей смерти Моше сказал Яошуа «Будь тверд и мужайся, ибо ты войдешь с этим народом в землю» Дворим 31-7 С другой стороны Бог обратился к Йошуа с такими словами «Будь твердым ужайся, ибо ты введешь Израиль в землю» Там же стих 23 Мудрецы комментируют Санедрин 8 Алев «Почему сначала говорится «Ибо ты войдешь», а затем «Ибо ты введешь» Раби Йоханан ответил Моше сказал «Ты и старейшины поколения с ними» Но Бог сказал «Возьми посох и ударь по голове должен должен быть один лидер поколения а не два» Конец цитаты Как видим Бог прекрасно понимает природу человека Во время кризиса в правлении нескольких людей может парализовать общество и ввергнуть его в хаос При этом из стремления к власти люди могут прибегать к лести и обещать народу всяческие блага что может привести к плачевным последствиям Соответственно Бог постановил Один лидер Только один человек должен управлять народом принуждать его следовать по определенному пути Только так можно защититься от пагубных последствий вседозволенности которой не избежать если в государстве будет множество вождей У семи нянек Сефер Ахинух пишет Митсва 71 77 Смысл этой заповеди в том что невозможно создать человеческое общество в котором один человек не назначен править остальными а они выполняют его волю и исполняют его постановления люди мыслят по-разному и все они никогда не согласятся с одной линией действий в результате они не достигнут ничего следовательно они должны принять взгляд одного из них хорош он или плох чтобы можно было преуспеть и выполнять обычные дела иногда советы желания правителя окажутся полезными иногда наоборот все же это лучше чем полная разруха в результате противоречий конец цитаты именно такое правительство соответствует воле бога когда пророки и санедрин сотрудничают с царем образуется богоугодная власть соответствующая торе один лидер на поколение а не два рамбам пишет первоначально царь назначается санедрином следуя пророческому постановлению чуть ниже там же 1.7 когда царь помазан он и его сыновья достойны этого положения вечно пока они продолжают править с мудростью и страхом бога так обеспечивается преемственность царской династии причем вне зависимости от принадлежности к линии Давида рамбам там же 1.8 если пророк назначил царя из другого племени а не племени Иуды и тот царь следовал пути торы и заповедей и сражался в божьих битвах он царь и все заповеди монархии применяются к нему даже если главная монархия только через Давида конец цитаты итак единоличная монархия может быть даже без династии Давида царь или правитель должен понимать что он является божьим представителем пасущим его святое стадо Израиль это понимание накладывает на него обязанность заботиться о стаде не отходя при этом от путей торы царь должен внимательно выслушивать жалобы подданных однажды народ обратился к Равааму с такими словами твой отец сделал наше бремя невыносимым и так теперь облегчи невыносимую службу и тяжелое бремя твоего отца и мы будем служить тебе первое царей 12 4 старейшины дали царю совет если ты будешь слугой этому народу сегодня будешь служить и отвечать им говорить им добрые слова тогда они всегда будут твоими слугами там же стих 7 мудрецы комментируют Гориот 10 алиф господь поразил царя так что у него был царат до дня его смерти и он жил в отдельном доме буквально дом свободы во 2 царе 15 5 говорится поскольку сказано дом свободы мы делаем вывод что до сих пор он был рабом конец цитаты раша комментирует правление это рабство для царя Израиля поскольку он несет общинное бремя конец цитаты похожие слова говорит раби Йошуа рабану Гамлеэлю там же прежде чем удивляться мне удивись двум моим ученикам в явне раби Элазару Хасму и раби Йоханану Бен-Гуд-Гедия которые знают как посчитать число капель в море но не имеют пищи и одежды конец цитаты рабан Гамлеэль решил сделать их лидерами когда он вошел в землю он послал за ними но они не пришли они избегали власти он послал за ними снова и они пришли он спросил их вы думаете я даю вам власть я даю вам рабство как сказано он сказал ему если ты будешь рабом этому народу сегодня первое царей 12.7 конец цитаты даже в отсутствие пророков и санедрина нам все равно нужен единоличный правитель будь то царь или президент но никак не тьма депутатов и партий дерущихся за деньги и влияние в то время как страна лежит в коме я думаю в идеале монарх должен быть из линии Давида но на практике можно назначить его и из любого другого колена поскольку закон это позволяет Рамбам Илхот Малахим 1.3 говорит очень точно первоначально царь назначается санедрином следуя пророческому постановлению конец цитаты первоначально закон был именно таким но если в каких-то обстоятельствах выполнить его невозможно тогда вместо царя мы назначаем президента для чего не нужен ни санедрин не пророк зато так мы получим власть способную обуздать вседозволенность и отразить нападки врагов в принципе можно вплотную приблизиться к этому идеальному формату если президент будет назначен группой величайших равинов поколения ясно что это должен быть человек полностью боящийся Бога такой правитель должен быть скромным он должен служить своему народу однако не забывать и о том что как Божий представитель обязан вести еврейский народ по истинному пути он не должен ни бояться людей ни заискивать перед ними прибегая к лести не льсти земле в которой ты живешь Бемидбар 35 33 где необходимо он должен сам взять посох и поразить нечестивцев тогда Бог всегда будет с ним он 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 Продолжение следует...